Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здарова ребят, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за Ювентус и сборную Франции в PS 2020. Спасибо вам за вашу поддержку в виде лайков и комментариев, к прошлой серии вы набрали полторы тысячи лайков. Продолжаем, ребята, в том же духе полторы тысячи лайков и выходит новая серия второго сезона карьеры за Ювентус. Сегодня у нас серия стартует матчем со сборной Португалии, потом у нас выезд в Копенгаген на Лигу Чемпионов, ну и дальше мы играем с Пармой в чемпионате. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки и давайте отправляться на игру. Но перед этим нужно взглянуть на состав, кто у нас сегодня выйдет, кто в какой у нас форме. Предлагают вот такой составчик, да, но я думаю, можно и капитанскую повязку отдать кому-то еще, вот только рейтинг у нас не растет, да, я так понимаю. А что если сделать вот так? У нас выйдет Поль Погба, ему отдаем повязочку и рейтинг 90. Все хорошо, можно, кстати говоря, Дембеле чуть-чуть повыше поставить. Также и Комана на левый фланг и, в принципе, ребята, в принципе, этот состав меня устраивает. Не все игроки, кстати говоря, есть у нас в составе. Можно им Баппе вот сюда выставить. Ну и в общем, ребят, давайте отправляться в состав Португалии на ваших экранах. Там Гедыш и Роналду в нападении, старенький Пеппе еще до сих пор в обойме, но я думаю, игра должна получиться интересной и, собственно говоря, поехали. В прошлой серии у нас был довольно интересный матч со сборной Германии, было очень много моментов, но забили лишь мы. Мы забили два мяча и, собственно говоря, разобрались с немцами в товарищеском матче очень даже неплохо. Где-то, конечно, нам везло. Посмотрим, как сейчас удача улыбнется или не улыбнется нашей команде. В принципе, состав довольно боевой, но и сборная Португалии. Может быть, не на всех позициях такие столь звездные именитые футболисты, но... Та сборная, в составе которой есть Криштиану Роналду, игрок Юве. Я думаю, никаких вопросов возникнуть не должно. А вот так вот Антуан Гризман уже в начале этого матча забивает гол. И на пятой минуте выводит нашу сборную Франции вперед. Классная подача Комана. И Гризман молодец. Гризман молодец. Очень классно выскочил на этот мяч. Посмотрите, на уровне буквально колено Гризман ныряет рыбкой и переправляет мяч в сетку ворот. Сборной Португалии. Ну и тяжело, конечно, было Галкиперу. Его практически с двух метров расстреливали. Тут все оставалось только лишь за исполнением Гризмана. Он справился и вывел сборную Франции вперед. Немножко дриблинга. Дмбаппе пытался сделать передачу. Отлично. Фекир снова забрасывал на Гризмана. Но немного Гризман до мяча не добрался. И пока особо мяч не доходит ни до Роналду, ни до Гедыша. А у нас сегодняшняя атака очень быстро все делает. И Гризман, Коман, Мбаппе частенько встречаются с футбольным снарядом. Гризман получает по ногам. Давайте быстренько разыграем. Не будем сейчас задерживать. И Поль Погба. Пытался исполнить классную передачу. По владению полное доминирование нашей команды. 70 на 30. И пока-пока у сборной Португалии вообще никаких вариантов. Потому что полузащита и защита не могут доставить мяч до нападения. Возможно, не очень удачную схему выбрал главный тренер сборной Португалии. Ну и вот сейчас что-то пытается придумать сборная Португалии. Роналду удар по воротам. Ну и вот неплохой момент. Еще один удар. И снова Ореоля в порядке. Минуту добавил арбитр. Ее уже сыграли команды. И у нас перерыв. Ну что могу сказать. Концовки первого тайма сборная Португалии немножко ожила. И как мы видим сразу же после перерыва у них замена. Гризман играет на Кингсли Кумана. Куман с мячом. Сохраняет мяч. Подача. Ну же. И с ноги Мбаппе мяч сняли. А неплохо Куман разобрался на фланге с защитником. Криштиану Роналду этот может и пробить. Но бьет его партнер по нападению. Еще одна атака. Пас под удар. Ну что-то пытаются придумать сейчас футболисты сборной Португалии. Роналду. Момент. И мяч в сетке. Мы знаем, ребята, по карьере за Ювентус. Что в таких моментах Роналду очень часто все решает сам. И здесь действительно он показал класс. Кого бы выпустить, ребята? Я думаю, знаете, как мы сделаем? Мы сейчас выпустим Карима Бензима и поменяем их с Гризманом местами. Гризман встанет на позицию Цапа. А Бензима пойдет на острие. Ну и смотрим, как развивалась атака. Здесь пошла передача на Роналду. И Варан отпустил его. И в итоге 1-1. Еще одна опасная атака сборной Португалии. И удар по воротам. А Реоля в порядке. Есть еще время. Успеем, я думаю, и мы провести атаку. И сборная Португалии. Они-то, в принципе, и сейчас уже неслись к нашим воротам. Передача на Антуана Гризмана. Домбеле. Снова Гризман. Сейчас аккуратненько все раскатываем. Канте. И здесь что? Нарушение правил фиксирует арбитр? Нет, положение вне игры. Карим Бензима забыл свою пяточку вытащить. Из офсайда двойная замена. Жао Феликс и Канцелло появляются у сборной Португалии. У нас вышел Дембеле вместо Комана. И остается примерно минут 10, я думаю, с учетом добавленного времени. Карим Бензима попробовать прорваться. Но нет. Не стартанул Бензима. Еще один удар. А Реоля. Ух ты. Вытащил. Неприятный рикошет. Ну вот смотрите-ка. Второй тайм. Сборная Португалии сделала замены. Может быть, даже где-то перестроилась. И неплохо. Неплохо проводит атаки. Но здесь мяч, по-моему, не летел в ворота. Но, тем не менее, угловой удар. И пара минут до конца этого матча. Пошла подача. Варан! Не попал Варан по мячу. И здесь и Жао Феликс. И Реоля бьют по газону, пытаясь его будто подправить. Но не столь опасен этот был момент, как могло показаться на первый взгляд. И по ударам-то, посмотрите, сборная Португалии как-то разошлась даже. Классная передача, ну же, и Карим Бензима забивает. Буквально уже в переигранные 20 секунд добавленного времени. Очень здорово разыграли на коротке. И Поль Погба без каких-либо нервов делает изумительную передачу на Карима Бензима. В окружении трех футболистов Бензима был, но смог отлепиться. И вот так вот под занавес встречи мы все же смогли победить. Даже с учетом того, что у сборной Португалии было уйма моментов, мы побеждаем, ребята. И возвращаемся уже в Ювентус. Вы попали в группу, которая считается самой сильной. Что скажете о первом матче, который имеет большое значение? Да, не секрет, что нам не слишком повезло с Жеребьевкой. Но я считаю, что наша основная цель не проиграть. Никто не хочет потерпеть поражение в своем первом матче. После пресс-конференции я захотел посмотреть, какие же группы у нас сформировались в Лиге Чемпионов. Итак, смотрим. Вот так вот, ребята, считается, что это самая сильная группа. Ну, не знаю. Барселона, Ливерпуль, Бенфика и Антвертф. Я не знаю, что это за команда вообще. Я бы не сказал, что вот эта группа слабая. Здесь тоже, в принципе, три команды могут побороться. ПСЖ, Тоттенхем, Спортинг, Вильяреал. Тоже довольно интересная группа. Шахтер, Аякс, Байер, Ливеркузен и Славия. Кстати говоря, вот это очень равная группа. И будет интересно посмотреть, кто же из нее выйдет. Сегодня, ребята, мы играем в своей синей форме. Давненько мы в ней уже не выходили. Но сегодня выездной матч. И почему бы, собственно, не одеть нашу форму. Кстати говоря, она очень похожа на форму Галкипера. Хозяев. Сегодня, ребята, у нас очень мощный состав. При том, что даже у нас играет сегодня Зинченко. У нас сегодня играет Ругани и Деликт в центре обороны. В нападении Дибала Квадрата Роналду. В центре поля у нас Блесма Тьюди, Поль Погба и Пьянич. Ну и, собственно, по флангам защиты у нас, как раз таки, как я и сказал, Зинченко и Данила. И на воротах с Честной. Давайте, ребят, посмотрим. Нужно хорошо начать эту Лигу Чемпионов. Меня, кстати говоря, часто спрашивают о тактике нашей команды. Я, честно скажу, ребят, не знаю, потому как я играю на стандартной тактике, которая была заложена у команды изначально. И я ничего под себя не менял, потому как, честно скажу, не знаю, как это все устроено в Песке. Я чаще по тактикам Фифе, поэтому уж, ребята, извиняйте, если кто-то хотел узнать от меня какие-то тактические наработки. Посмотрите, как играет Ювентус. И, собственно, вот от этого и будем отталкиваться. Подача! Будет ли скидочка? И там нарушение правил или офсайт? Да, немножко Блес Матьюди залез в положение вне игры, но первый подход к воротам соперника уже есть. Первый штрафной в исполнении хозяев пошла подача. Блес Матьюди выигрывает верх, но на подборе соперник. И вот здесь даже от пьянича смогли оторваться. Опасно! И 1-0! Вот здесь Делит не доработал. Копенгаген выходит вперед, ребята. Винт, 23-й номер, забивает на 21-й минуте. Ну и очень легкий, конечно, момент. Вот здесь просто Деликт не успел к мячу. К нему первым успел соперник. И, честно, никаких вопросов его расстреливали в упор. Мы проигрываем. Продолжаем свою атаку уже розыгрышем из аута. Снова Поль Погба. Дальний выстрел от поля Погба. Вот это да! Чуть бы поточнее мяч залетел в дальний угол. И летел на хорошей высоте. Да и мне кажется, попади мяч в девятку, галкипер бы точно не спас. Немного момента в первом тайме. И на удивление соперник своим шансом воспользовался. Они смогли забить. Они сейчас впереди. Да, у нас были моменты, но даже, я скажу, не столь опасные, как у хозяев. И вот сейчас заброс на поле Погба и 1-1. Красиво. Красиво разыграно. Дебит, поле Погба. Вы, ребят, можете поставить в поддержку поля сразу же лайк. Потому что, выйдя после перерыва, мы сразу же отыгрываемся. И сейчас, может быть, даже соперник немножко поплывет. Посмотрим еще раз. Поль Погба играет на Паулу Дибалу. И пошел на забегание. Ну, а здесь оставалось только забить. Паулу Дибала. И снова Поль Погба. Под Катей стелятся под него. Остаются считанные минуты, ребята. Считанные минуты. И Копенгаген идет вперед. Как здорово здесь поборолся Данила. Но, к сожалению, мяч достается сопернику. Это, ребята, ничья. 1-1. Дортмундская Баруси выигрывает 3-0. Леофинир Бахчи. Они сейчас занимают первое место в группе. Мы же Копенгаген немножко недооценили. Мы возвращаемся в чемпионат. У нас матч против Пармы дома. И сегодня с первых минут у нас выходит Кубо. Команда собралась для последних наставлений друг к другу. Нужно сейчас победить. Чтобы в чемпионате хотя бы пока спокойно себя чувствовать. И без проблем готовиться уже к следующим играм. Кубо. Молодец. Без нарушения правил. И пытается сразу на Роналду забросить. Ну, немножко не хватило. Но, тем не менее. Тем не менее. Посмотрите, как здорово он сейчас отборолся. И открывается в центре. Кубо. Дальний удар по воротам. Ну, молодец. Молодец. Очень здорово он здесь пытался проявить себя. И выиграл мяч. И после этого, получив передачу от Дибалы, пробил. Ну, нужно. Нужно пареньку стараться. Кубо бьет шведкой. Неплохо с левой ноги. Небольшой был еще рикошет. Но голкипер с этим ударом справился. Криштиан Роналду играет на Пауо Дибалу. Дибала набирает скорость. Дибала уже на краю штрафной. Передача на Алекса Сандра. Подача. Поль Погба. И что там? Пенальти фиксирует арбитр или офсайт? Офсайт. Обидно. Опасная атака. Деликт пошел встречать соперника. Подача. Ой-ой-ой. Добивание. И Перин спасает. Это было неприятно, ребята. Парма пока что гасит игру. Вот только сейчас они перестраиваются немножко на игру чуть ближе к атаке. А весь первый тайм они сидели в глухой обороне, не позволяя создавать нам моменты. Кубо. Удар слевой. И снова рядом. У нас готовятся, ребята, замены. Нужно как-то эту игру оживить. Передача на Роналду. Нет офсайда. Роналду с мячом. И что там? Фолл со стороны нападения. Серьезно? Перин с мячом. Быстрая передача на поле Пугба. Роналду. Марио Манджукич. Погнал в атаку. Манджукич. Удар по воротам. Спасает голкипера. Здесь Дуглас Коста. Не добрался до мяча. Ну что, ребят. Последняя минута этого матча. У мяча Паула Дибала. Пошла подача. Удар. Перекладина. Дуглас Коста нужно догонять. Мяч выносит подальше. Это нули на табло. Могли мы на последних секундах вырвать победу. Но попали в Перекладину. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо за просмотр. И увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok